Вот знаете, говорят, Москва не Россия, Нью-Йорк также не Америка. Такого размера квартиры на Манхэттене обойдется вам против собачьего говна на улицах. Какой-то невероятный байкерский заезд. Нью-Йоркское чудо. За что? Когда ставишь последствия, если еще матраса, не будет никакой реакции на концерт Оксимирона. Я просто подоглох немного от всей этой поеб... Йоу-йоу-йоу, товарищи, с вами на связи Миша Сеин из Нью-Йорка. Да, вы долго это ждали, спасибо всем, кто поддержал предыдущий видос. И спасибо всем, кто просил этот. Предыдущий ролик был почти полностью построен на том, как же я был шокирован Нью-Йорком, когда только в него приехал. В первую неделю после маленького Тбилиси это были совершенно неподдельные эмоции шока, ужаса. Где-то разочарование, где-то наоборот еще большего очарования. Но теперь, друзья, я подразобрался. Теперь я понимаю побольше. Новые ролики про Нью-Йорк не будут такие же влоговые, как до этого. А будут скорее представлять из себя видеоэссе, где я буду пытаться передать вам именно ощущения от жизни здесь. В одном из самых дорогих городов, в Большом Яблоке, среди кучи небоскребов. А также среди крыс, бомжей, неконтролируемого капитализма и всего остального. Важная вещица, я здесь уже три месяца и для меня ощущение новизны уже почти пропало. Поэтому, чуваки, если у вас есть любые вопросы про Америку, то обязательно пишите их в комментариях. И, возможно, один из следующих эпизодов УЁ будет основан именно на вашем вопросе. А еще, если вам нравится этот контент и вы до сих пор не подписаны, подпишитесь прямо во время просмотра ролика. Это говорит алгоритмам Ютуба, что вам прям жестко понравилось и нужно мой видос еще кому-нибудь порекомендовать. А мы начинаем. Здрасте, вы на канале Сейна. Конечно, речь в сегодняшнем ролике пойдет о том самом Манхэттене, который для многих из вас и является частью новогодней атмосферы. Все эти толпы людей бегут по улочкам с небоскребами, идет киношный снежок, у всех в руках покупочки, и на ужин каждого из них обязательно ждет здоровенная индейка. Если вы всегда хотели увидеть вот все это великолепие вживую, то есть проверенный способ поехать на курсы английского языка в США. Главные фишки визы F1. Например, вы знали, что по ней могут приезжать люди от 15 до 75 лет. При этом не обязательно иметь большую визовую историю, как в случае с туристической визой. Ведь вы едете учить английский язык? Знать английский при этом также не обязательно. Уровень может быть как нулевой, так и продвинутый. Я уже рекомендовал ребят, которые могут помочь получить визу F1 и приехать в США. Это компания ANK. Ее основатели Антон Наянцин и Кристина Ливенцева сами приехали в Америку по студенческой визе 5 лет назад, поэтому знают все нюансы, с которыми вы можете столкнуться. За последний год с помощью ANK в Америку приехали более 800 ребят из России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран. ANK строит комьюнити единомышленников в каждом городе, где у них открыта школа. Все ученики добавляются в общие чаты, где кооперируются для съема жилья, путешествий или же для открытия собственного локального бизнеса. Есть случаи, когда студенты при наличии на то оснований меняли статус визы на иммиграционный. Студенческая виза этого не запрещает. И так как ограничений по нахождению в США по студенческой визе нет, то им не нужно в торопях искать способы иммиграции. Приехать на курсы можно круглый год, а учеба занимает всего 18 часов в неделю, поэтому все остальное время вы можете тратить на путешествия, погружение в американский образ жизни или опять же открытие собственного бизнеса. Ведь да, реально, по студенческой визе можно открыть бизнес в США. А если вам не близок Нью-Йорк, вы можете выбрать себе город и штат по вкусу. Ребята сотрудничают с языковыми школами в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Майами, Чикаго, Орландо, Сан-Франциско и других городах США. А чтобы было легче со всем этим разобраться, в описании вы найдете бесплатный гайд про самый легкий способ приехать в Америку и прокачать свой английский уже в этом году. Так что если давно мечтали об Америке, самое время этим заняться. Возвращаемся к ролику. Знаете, я всю жизнь ездил в Химке со станции метро Планерная. Это была конечная станция, и вот ты на Планерный выходишь, там огромный ТЦ, который включает в себя автобусную остановку. И вот ТЦ Планерная, это главное, что тебя ждет на конце ветки метро. Еще можно 20 минут на скейте или 40 минут пешком херачить до Бутаковского залива. В Нью-Йорке, если доехать до конечной станции метро на юг, то вот что будет. Океан. Но плохая новость. Я сейчас держусь, чтобы не пищать от холода. Реально, вот этот пригорок 2 метра назад. Там еще жара такая, от которой я мечтал окунуться в воду. Я прохожу 2 метра. Это реально прям, ну, ну, вода как из холодильника. Сейчас 32 градуса, может больше. Конечно, главная новость последнего времени, то, что мы переехали из Астории на Манхэттен. Здесь, чтобы было понятнее, мне нужно провести небольшую аналогию с российскими городами. Если у нас всегда есть центр, в котором сосредоточена основная движуха, а дальше идет как бы окраины, и ты можешь ехать либо в центр, либо из центра, то здесь такого понятия нет, и местом сосредоточения движухи, по сути, является, ну, наверное, большая часть острова Манхэттен. А вот это вот все остальное огромное пространство, это как бы уже периферия. То есть в эквиваленте Москвы, то, где мы жили вот в Астории, или место, где я снимал видос про Джей-Зи, это уже как бы за кольцом по меркам Москвы. То есть там, где еще ходит вот транспорт типа метро, то есть это очень близко к центру, но уже совсем не центр. А, например, русский район Брайтон-Бич, который находится вот здесь, это уже совсем перь. Но я это все к чему? Манхэттен — это и есть то самое место из кино, и в котором жили все персонажи сериала «Друзья», и в котором стоят небоскребы, и в котором вот эта рождественская атмосфера из один дома, и место, которое «Мстители спасали», и все вот это вот, что вы когда-то видели, слышали и себе воображали, это все реально здесь есть. Что вы можете встретить, просто гуляя по Манхэттену? Холодильник с бесплатной едой посреди улицы. Free food. Comida gratis. Гратис. Видимо, это на испанском бесплатная еда. Холодильник посреди улицы. Там видно, что подключенный. Офигеть. Реклама «Доритас» на идише. Бразильская библиотека. Норвежская церковь моряков. Явно же это частная инициатива против собачьего говна на улицах. То есть, понимаете, кто-то просто сам засунул это в файлик и приклеил на скотч. Новость, которая пришла, когда я уже снял большую часть этого видео, в Нью-Йорк теперь, вот именно ту часть, которую я назвал центральной, сделали платный въезд. То есть, понимаете, не на весь остров, а конкретно на его самую популярную половину. Теперь вам нужно минимум полторы тысячи рублей, чтобы просто въехать сюда на машине, при том, на самый обычный. Если вы какой-то бизнес, если вы грузовой, то, естественно, это стоит гораздо больше. И это платят все. И знаете что? Платный въезд не вызвал вообще никакого бурления тут. То есть, Нью-Йорк просто сам по себе настолько дорогой и настолько переполненный, что это воспринимается абсолютно нормально. И именно эта переполненность, именно этот сверх ажиотаж рождает сумасшедшие цены на жилье, на продукты, на все остальное. И вот как выглядит наше новое жилье. И вот примерно такого размера квартиры на Манхэттене обойдется вам почти в 3000 долларов. В зависимости от района, вида из окна, количество кладовок и всякого такого, будет немного варьироваться цена, но все вокруг этой цифры. Огроменные ли это деньги? Да. Но средняя зарплата в Нью-Йорке 6000 долларов. И если, например, у вас зарплата 6, вы не можете снять жилье за 3. Потому что ваша аренда не может составлять половину от вашей зарплаты. Это значит, вы будете плохо жить. Что здесь прикольного? Да исторический диммер, который мало того, что регулирует яркость лампы, он еще и регулирует яркость розетки. Как видите, у меня вот туда подключена куча разного всего. И как видите, могу регулировать яркость предметов, которые включены конкретно вот в ту розетку. При этом сама штуковина явно старая. Американские окна это скорее печаль. Безусловно, прикольно, что здесь никаких нет защелок, и они... Вот ты куда поднял, оно там и держится. Притом абсолютно то же самое работает про жалюзи. Опустил, держится. Поднял, держится. Но в чем минус? Во-первых, вот у вас открыто окно, и у вас палка раз, палка два, палка три. И, соответственно, в промежуточных состояниях это тоже разрубает весь вид. Никак его по-другому открыть нельзя. И фишка с тем, что у нас есть сзади пожарная лестница, она такая вся нью-йоркская. Я даже в теплый сезон не особо видел, чтобы здесь люди на ней сидели. На ней оставлять ничего нельзя. Я там вылезал помыть окна, но прям, чтобы спокойно, вольготно на ней сидеть, тусить, такой фишки нет, поэтому это не работает, как бесплатный балкон. Кухня это просто анекдот, и ничего хорошего или прикольного в этом нет вообще. Можете просто представить, каково здесь готовить какое-нибудь блюдо, для которого нужно использовать, допустим, кастрюлю, сковородку и нарезочную доску. Просто вот... Ну, представьте. Но, что круто, в очень многих домах в Америке кран с двумя режимами и на вот таком шланге. И в остальном этой квартире присущи все те же минусы, что любому другому старому жилью. Здесь неприятная слышимость, довольно низкие потолки, скрипучие половицы, кое-где устаревшие, изношенные, оторванные там элементы какие-то, где-то проводки, где-то просто устаревшая система, где-то вообще непонятно, для чего та или иная штука установлена. А еще здесь батареи не постоянно держат одну температуру, а их то включают, то выключают в течение дня. И если у нас батарея немного шипит, то в Нью-Йорке многие дома знамениты тем, что из-за специфического материала изготовления они издают такие стреляющие звуки. Отдельный ржеки, что-то местная ванна. Потому что вот как работает кран. Здесь он выключен. Когда доходишь до сюда, вода холодная. Когда доходишь до сюда, вода горячая. Таким образом вот от сих до сих регулируешь. Вот кран, вон душ. Как его включить? Тут ничего не гнется, не вынимается, не отодвигается. Эта хрень регулирует закрывание ванны. Однажды я потратил на это час и обнаружил вот это. Нужно потянуть кран, когда вода включена. За что? И пример нашей квартиры может проиллюстрировать вам печальную правду про Нью-Йорк. Что в действительности весь вот этот вот шик и лоск поддерживается тем, что он только у одной части населения. То есть все-таки всегда этот шик и лоск обслуживала. Какая-то серьезная часть людей, которые приехали сюда пробиваться, не могут себе позволить этот город. И поэтому живут в очень стесненных условиях. То есть понимаете, эти микроскопические квартиры, которые, ну например в России, там с прошлым ассоциируется разве что коммуналка. Там вот моя бабушка еще жила в бараке когда-то. А квартиры, студии, в которых вот твоя голова еле помещается, они ассоциируются с какой-то современной фишкой. Здесь этому буквально больше сотни лет. К вопросу о неожиданностях в Нью-Йорке записывал кусок. Какой-то невероятный байкерский заезд. Так вот, и такой уклад в Нью-Йорке существует давным-давно и вряд ли когда-то изменится. Потому что, к сожалению или к счастью, город все это время стоит того. И люди готовы платить абсурдные деньги, терпеть куча лишений и неудобств, как погодных, так и вот просто с точки зрения организации города, только ради того, чтобы находиться в Нью-Йорке. И это действительно очень своеобразно и ни на что не похоже. Мы чаще ассоциируем место с небоскребами и вообще Америку как в суперсовременное что-то. И как будто здесь это вот сплошной хай-тек. Но на самом деле нет. На самом деле многим из этих небоскребов больше сотни лет. И улицы, на которых они стоят, они имеют супердревнюю планировку. То есть ширина улиц в Нью-Йорке европейская. И вот знаете, говорят, Москва не Россия, Нью-Йорк также не Америка, потому что его не коснулась жесточайшая автомобилизация, которая коснулась почти всей Америки. Понимаете, вот прямо сейчас за мной набережная и на ней многополосное шоссе. Считай хай-вей. Такие же хай-вей могли бы построить прямо посреди Манхэттена. Но благо не построили, в отличие от кучи других американских городов. И поэтому, по сути, Нью-Йорк сохранил именно то самое европейское ощущение. То есть он на Европу не похож. Но его строили европейцы, которые представляли идеальный город таковым вот несколько сотен лет назад. Шел по улице. Могу вам заценить размер нью-йоркского таракана. Ну вот рядом с моей ногой. Впечатляет, не так ли? Они тут тоже откормленные. Чуваки, внимание! Нью-Йоркское чудо! Дом на 120% состоит из рекламы. Вот что значит Манхэттен. Поворачиваем за угол. Оно продолжается. И все. Как бы есть часть дома с рекламой, а есть часть, где дом кончается. Товарищи, я сейчас пью джентоник за 20 долларов на крыше концертного зала Терминал 5. Да, этот человек попал на Оксимирона. Спустя два года попыток. За вас. Короче, меня прям на выходе из клуба. И все, ждем реакцию, блядь, на концерт Оксимирона. Ну, ребят, естественно, не будет никакой реакции на концерт Оксимирона. Я просто наконец-то на него сходил. Файнали. Спустя миллион лет. Если касательно концерта говорить, то в первую очередь на него стоит идти ради одной постановки на песни «Лифт». Вообще, единственная песня, по сути, на которой был прям какой-то номер и какое-то большое взаимодействие. И это того стоило, потому что это один из моих любимых треков. Но кроме этого, я счастлив, что эта трехлетняя выдержка в ожидании концерта довела меня до того, что Мирон избавился от бэкэмси, от диджея, и в итоге качество шоу стало гораздо лучше. Респект Тиму Роха, который мне респектнул на самом концерте. «Спасибо, низкий поклон». А в остальном я иду лечить горло. Концерт был охуенный. Хули Russian Road Rage не исполнили? Я вообще не понимаю. И вещь, которую многие могут назвать вкусовщиной, но я так не считаю. Но меня очень депрессовало, когда в России у меня весь вид из окна это был пиковский дом. В случае с Нью-Йорком у большинства жителей города вид из окна это другой дом. Но дома эти, по-моему, гораздо лучше пиковских. Как минимум, вот именно с точки зрения какой-то аутентичности. И нельзя сказать, что единости стиля. Потому что стилей здесь миллион. Но они гораздо более органично сочетаются с друг другом. То есть из-за того, что все-таки Америка всегда была плавильным котлом, а Нью-Йорк всегда был самой раскаленной частью этого плавильного котла, в итоге мы видим ну вот такие вот невозможные сочетания. И эта же ситуация рождает иногда странные традиции. И особенности жизнедеятельности. Например, из-за того, что вот Нью-Йорк такой супер важный центр. Деньги есть, застраивают каждый сантиметр. Бьют рекорды архитектурные. Кто в высоту, кто в дороговизну. Но в какой-то момент становится понятно, что природы жестко не хватает. И все начинают тосковать по поводу того, что всю природу уничтожили. И в предыдущем эпизоде я рассказывал про Централ Парк, который является огроменным и безумно талантливым и гениальным шагом в сторону озеленения вот этого невозможного кирпичного, бетонного и стального мегаполиса. И это вещь знаменитая. Но также есть то, о чем я никогда до этого не слышал. Многие знаменитые нью-йоркцы на протяжении последних нескольких сотен лет делали подарки своему любимому городу. Они выбирали какое-то место, которым они владели. И вместо того, чтобы построить на нем очередной дом, очередной магазин, очередное что-нибудь еще, оставляли это место общественным парком. И некоторые из них находятся прямо посреди города и выглядят на карте как маленькая зеленая клеточка посреди огромного количества серых. Очень символично. И вот, например, сейчас я нахожусь в очень маленьком скверике. И вот этот вот глобус, который является главной скульптурой в этом скверике, подарен нью-йоркцам своему городу. У него была вот там коллекция, он был обеспеченным человеком, мог покупать произведения искусства, в том числе скульптуры. И он подарил вот эту вот планету и кабана. И вон место, откуда я пришел, буквально следующая улица, и здесь тоже небольшой скверик. Частная территория раз, частная территория два, а это место кто-то подарил горожанам Нью-Йорка. Идем на следующую улицу. Конечно, то, что Нью-Йорк находится между двух рек, это совершенно невероятно, потому что в огромном количестве мест в городе виды просто невообразимые. И эти старые индустриальные мосты, которых много разных, вы наверняка знаете Бруклинский мост, может, знаете Манхэттенский мост, и чем-чем, а общественными пространствами у воды Нью-Йорк точно может похвастаться. Но сейчас мы пришли к главной достопримечательности. Познакомьтесь. Здоровенный кабан. Он находится посреди уже другого сквера. Тот же самый мужик подарил этого кабана району, в котором сам жил неподалеку. Кабан здесь, потому что раньше это место было знаменитым мясницким промыселом. Как в Москве, например, есть улица Мясницкая, названная в честь того же самого. Но такие приколы можно и в Питере найти. Сейчас я покажу вам кое-что, чего в Питере точно нет. Идете вы по своей обычной Нью-Йоркской улице. Как я и рассказывал, довольно узкое одностороннее движение. Как видите, каждый сантиметр застроен домом. Нет вообще ничего, что было бы похоже на живую природу, а потом... Бац! Вы заходите в этот парк. Это частная территория. Вы можете прочитать историю, на которой написано, что это подарок Нью-Йорку. И вы можете наглядно увидеть, что это буквально плацдарм для очередного дома, такого же, как этот, этот или вот тот. Но нет, это место подарили нью-йоркцам. И здесь небольшое кафе, которое почти постоянно закрыто. И места, на которых вы можете просто сесть, поесть и делать что-то за исключением курения, бухания и всего остального. Но самое впечатляющее, это, конечно, фонтан. Вот вроде малозначительная вещь, но сейчас что-то я сначала вышел на улицу с огромной кучей небоскребов и как-то такой «Вау! Нифига, как красиво!» А потом зашел в этот магазин. Так много техники, сколько я вообще в своей жизни не видел. Чуваки, это просто какой-то Диснейленд для операторов. Честно говоря, первая ассоциация – это горбушка, только превосходно организованная. Чуваки, здесь даже музей встроенный есть. Боже мой! Боже мой! Кодек стерео! По тысяче долларов штативчики. Хотим, хотим. Понимаете, тут штативы висят, как, блядь, шорты в Юникло. И понимаете, какая история? В этом магазине хотят оказаться. И вот насколько они стараются для этого, Lumix расположил вот такой вот выставочный образец своей разобранной камеры по частям, понимаете? Чтобы вот просто в общей зоне с кучей камер привлечь внимание. И опять же, как это непросто, когда здесь у Low Pro, у Nikon, у Tamron, у Sigma, у всех свой отдельный стенд. Потому что всем хочется здесь оказаться. Вот это вот я после посещения этого магазина окаменел, понимаете? 3D-принтер и отдельный стол с очень крутым оборудованием для телефонов. То есть, понимаете, это не просто китайские штуки, они прям металлические, охуенные. Огромная куча киношного света и лизерманы. Вот у меня Кент Леха любит операторство и лизерманы. Леха, привет! Капец, реально. Все лучшее детям. В реальном времени комплект для прямых трансляций с Black Magic. Понимаете? С Black Magic. Что у нас дальше стоит? Я не знаю, для чего. Это для диджеев из 3248 года. Еще трансляция с охуенных беззеркалок. Оу май гад. Оу май гад. Оу май гад. Чуваки, донатьте мне, чтобы я эти штуки покупал. Пожалуйста. Я бы вот с таким экраном целыми бы днями ролики снимал. Ребята, здорово, приезжайте в B&H, номер один магазин в мире. У нас есть все для вас. Я, честно говоря, не ожидал, что будут тут снимать, но я просто зашел и мне что-то просто до слез так хорошо стало. Я никогда столько фототехники в жизни просто не видел. У нас есть все и фототехник, у нас пианино есть, лавень, все, что хочешь. Это система доставки по всему магазину, по всем потолкам. И вон от кассы она ответвляется. Мне дали чек. Я сейчас иду на кассы и на кассу автоматически по вот этой вот системе доставят мой заказ. Боже мой, я сейчас такой пиздатый штатив купил. Боже. Кстати, к вопросу о погодных условиях и старой планировке. Посмотрите, как выглядят улицы Манхэттена. И да, это город, который стоит прямо на берегу океана и у него сквозные улицы. А еще тут есть зима. Представьте себе силу ветра, который херачит от реки до реки по сплошной прямой улице. И, собственно, Голливуд, как мы его сегодня знаем, сформировался в Калифорнии, а не в Нью-Йорке именно из-за погодных условий. То есть, кинопроизводство-то появилось здесь, как новая технология и новая индустрия, в которую люди были готовы вкладывать деньги. Деньги были, возможности были, но так неудобно из-за этой погоды ебучей. Но это как бы мнение американцев. Я, когда 2 декабря иду в 10 градусов, вот по такой погоде оделся в куртку и шарф и потею. У меня язык пожаловаться на погоду не поворачивает. Но может, я еще просто не все видел. Не устаю отсылаться к сериалу, как я встретил вашу маму, но там ведь прям очень серьезный сюжетный твист завязан на дожде в Нью-Йорке. Буквально крупнейшая, важнейшая ветка сериала строится вокруг зонта. Теперь я понимаю, почему. Да, я бандит, амфибия. Амфибия я и бандит. И эта особенность планировки рождает совершенно неожиданную штуку, что первое время мне здесь было тупо скучно ходить, потому что ты постоянно идешь тупо прямо у тебя маршрут, который может занимать там 40 минут ходьбы, может выглядеть тупо как буква Г. Во всех старых европейских городах, которые там строились долгими веками, районы строились в разное время, и поэтому они все какие-то извилистые, странные, и я привык там дорогу запоминать по каким-то как раз особенностям, знаете, географическим. Здесь нет никаких географических особенностей. Здесь просто прямо направо, прямо налево, прямо направо. И мой умный друган даже сказал мне, что есть такая вещь, как манхэттенский счет. Это когда ты не можешь рассчитать расстояние по диагонали, а тебе нужно как раз вот двигаться такими зигзагами, потому что на Манхэттене иначе двигаться никак нельзя. Но вот что действительно не изменилось, это очарованность Манхэттеном. Все равно ходишь здесь каждый день, бывает в метро зайдешь, из метро выйдешь, вот на это вот все великолепие поглядишь и подумаешь, ну блин, наверное, не зря. Наверное, не зря я все это терплю и плачу по 2,5 тысячи рублей за бутерброд иногда. наверное, я не зря. Это стоит толпа у Нью-Йоркского марафона. Огромное количество людей бежит через половину Манхэттена просто. И для них выстроено ограждение. Вот там вот видно стоят тачки. Эта полиция перекрыла въезд на улицу и все для того, чтобы это вот событие традиционное для Нью-Йорка прошло отлично. И это одна из множества зожных фишек Нью-Йорка. Я это вроде никогда не упоминал, но Нью-Йорк прям жестко зожный город. Здесь совершенно не применим стереотип там про толстых американцев. Здесь в основном все фетт. Действительная правда про американцев, что очень много прям здоровенных чуваков именно, знаете, и оттренированных. Но здесь сложно встретить курящих людей на улицах. Это реально редкость. И очень много подобных мероприятий. Курят в основном русские и другие жители депрессивных европейских стран. Вот как они обожают тачки. Вот просто мусоровозами улицу перекрыли, но нет такого, что они выглядят как-то брутально. Ну как-то понтово. Нет такого. И, конечно же, товарищи, неотменная часть эмиграции это то, что постоянно с тобой происходит хуй пойми что. Постоянно какая-то просто необъяснимая херь творится, которая в твоей стране как будто никогда не могла бы с тобой произойти. Например, в какой-то момент я нахожу в почтовом ящике письмо от МТА. МТА, вот можете здесь видеть, написано, например, на автобусе, да, вот этот логотипчик, такой же здесь в метро. Это транспортная система Нью-Йорка. И это вот транспортная компания главная отправила письмо на имя, которое вы видите на своих экранах. Очень похоже на мое, не так ли? вот Сиан Мичаэл и Сейн Михаил кто есть я. И фишка в том, что этих писем я сразу получил пачку, то есть штук пять, и в каждом из них штраф 20 долларов за неоплату проезда в общественном транспорте. Я думаю, блядь, а я зайцем не езжу. Я подумал, то есть это я дохуя уже раз приложил Apple Pay в метро, а оно не сработало и они как-то вычислили меня, но неправильно написали мое имя и теперь копятся штрафы. Я начал прозваниваться, короче, очень много времени потратил на выяснение, что вообще происходит. А потом я нашел в почтовом ящике еще одно письмо, в котором помимо Сиан Мичаэл было еще и Бутерс. То есть оказалось, что это не фамилия и имя, а имя, второе имя и фамилия. Я знаю, Аксиан, но понимаете, история-то в том, что адрес там стоял мой, то есть этот чувак жил в моей квартире, в которой я сейчас живу и его имя и второе имя, это почти то же самое, что моя фамилия и имя. А еще оказалось, что это вообще даже не метро, это что-то типа междугородних электричек, которые здесь есть, на которых я вообще никогда не ездил. Поэтому в этом плане окей, спасся, на этот раз без штрафа, на том спасибо. еще одна хрень, а вы знали, что в Америке другая бумага? Я прихожу, мне нужно печатать документы, говорю, здрасте, можно печатать А4? Они такие, у нас нет А4. Огромный копийцентр, продается все, завалено все картоном, принтерами, сканерами. А4 есть? Не, нету А4. Почему? Потому что у них формат letter. Еще есть ledger и tabloid. И вот вам карта мира по распространенности А4. Да, мы как человечество даже на размере бумажки договориться не смогли. Чуваки, хочу немного похвалиться. Вот эти вот шарфы стали, наверное, самым главным хитом секты Сейна. Я в этот влог записал кусок, что мол, спасибо, что раскупили все эти и столько респектов им выразили, мы сделали новые. Но фишка в том, что как только мы их сделали, их все купили за три дня. То есть просто смели и в Сектисейна какой концепт? Мы не делаем одну и ту же шмотку два раза. То есть мы не рестокаем вещи, за счет этого покупая что угодно в Сектисейна, вы можете быть уверены, что это эксклюзив и вы с очень низкой вероятностью встретите такого же чувака на улице. И поэтому мы сделали еще один редизайн. В Сектисейна начинается черно-белая эра и если до этого был шарф 1.5 вот этот вот черно-белый, то теперь есть 1.5 инвертированный. Дизайн похожий, но все равно другой и все равно сектантская эксклюзивность сохраняется. Так что, чуваки, переходите в группу ВК или в Инстаграм и заказывайте шарфы, потому что эти тоже очень быстро улетят. Спасибо еще раз, что покупаете вещи с моими дизайнами. Респект! Но безусловно, кроме бюджетного жилья, Нью-Йорк предлагает 150 миллиардов разных видов элитного жилья. И типичное нью-йоркское жилье выглядит так. Если хотите что-то посовременнее, есть вот дома типа того или вот типа вот тех, что повыше. Но все это никак не небоскребы. И я думаю, все знают, что Москва-Сити это главная скамерская клоака всего города. И каждый инсэп-сыган хочет приблизиться вот к этому мнимому дешевому успеху. В Нью-Йорке небоскребы это тоже отчасти скам. Но совсем не так, как в Москве. Как это вроде как должно работать? Что у нас нет места, мы не можем построить больше домов ширь, поэтому мы строимся ввысь, чтоб все влезли. Но небоскребы, как вы можете догадаться, это жилье не для всех. Жить там очень дорого. И дело не только в том, что это вот такое очень классное здание, и типа есть какой-то знаете, процент небоскреба или налог на небоскреб. Нет, там просто строят сверхэлитное жилье. Вот, например, в этом, одном из самых высоких небоскребов в мире, который находится на Billioners Row, нету ни одной квартиры, которая бы занимала менее, чем целый этаж. То есть, понимаете, в вашем там каком-нибудь доме в Москве может быть типа 10 этажей и 100 квартир. Здесь может быть 100 этажей и менее, чем 100 квартир, потому что многие из этих квартир будут занимать несколько этажей. То есть, понимаете, жилье на Манхэттене и так ультрадорогое. И если бы они распилили небоскребы даже на очень дорогие студии, это бы их бы все равно сняли. То есть, они смогли бы арендовать недвижимость, и куча людей, были бы в восторге от того, чтобы жить в каком-нибудь знаменитом небоскребе на вот микроскопическом просто пространстве. То есть, они строят сверхэлитное жилье, покупают его самая обеспеченная прослойка самого дорогого города мира, и никто там все равно не живет. А знаете почему? Потому что нужно вам вложить какие-нибудь сумасшедшие сотни тысяч долларов, и хотите вы вложить их в недвижку, допустим. Вы можете купить замок или какой-нибудь дом в любом штате США. И так как вы верите в то, что мерсто перспективное, эта штука там сохранит и приумножит ваши финансы. Но если вы покупаете дом, у него есть погодные условия вокруг, у него есть обслуживание, у него есть отдельно подведенная к нему коммуникация, и куча еще проблем, которые нужно оплачивать, обслуживать, и издержки владения просто домом, которые нужно нести, даже если это просто способ сохранить твои деньги, если ты не собирался там жить. В случае с небоскребом таких проблем нет, потому что, как вы понимаете, что там погодные условия сделали снаружи небоскреба, это не твоя забота, его там кто-то моет. Коммуникация тоже общая, и в общем куча проблем содержания ультрадорогой отдельной недвижимости нету в небоскребах, и поэтому большая часть вот этих вот супер знаменитых, супер красивых зданий стоят абсолютно пустые, потому что это способ хранить деньги. Но, конечно же, это далеко не всегда так, и очень многие из нью-йоркских небоскребов действительно содержат в себе чьи-то квартиры мечты с одним из самых невероятных видов на планете, с также супер удивительными удобствами. Хотя, как будто бы чаще именно вот рядовым американцам хочется заплатить совершенно не за точку повыше над Нью-Йорком, а за удобства, которые им предоставляет билдинг. И тут речь не про просто перевод в значении здания, а билдинг именно как дом-управляющая компания, которая предоставляет тебе различные дополнительные услуги. Например, у нас, когда мы заехали, была очень сильно забита ванна, плохо спускалась вода. К нам бесплатно прислали сантехника от управляющей компании, потому что решения любых каких-то мелких проблем в квартире включены в стоимость аренды квартиры. многие идут дальше, и у них включены еще и тренажерные залы, кафе, открытые руфтопы и многое-многое другое, что у нас считается признаками суперэлитного жилья. Здесь себе это может позволить средний класс, но это, естественно, не будет небоскреб, это будет какое-то обычное здание, но я бы, честно говоря, сам очень хотел жить именно в таком. И вот что нельзя было ни угадать, ни предположить, это то, что именно вот в нашей части Манхэттена будет наименее успешный ступинг. Ступингом здесь называется подбор мебели с улицы. То есть есть инстаграм-аккаунты, в которые люди постят, а когда видят, что кто-то выставил что-то бесплатное на улице, они постят фотку вещи и адрес. И фича в том, что до этого мы жили в Астории, и как там процветал ступинг этот, как много всего я нашел, и реально у меня была возможность, там был активный инстаграм-аккаунт, я в течение просто 15 минут после того, как объявление опубликовалось, я мог быть уже на месте, потому что мне недалеко. И был один раз, когда я спустя типа спустя минут 40 приехал, была куча вещей, все разобрали. А конкретно в нашем районе вообще ничего такого нет, но зато есть магазин всякой бэушки, и вот я буквально только что из него вышел, и там вот этот виниловый проигрыватель на считывающей головке был логотип аудиотехники, я не знаю, там это все от аудиотехники или как бы только часть, но короче какой-то вроде пиздатый проигрыватель, рабочий, за 10 долларов. К сожалению, из-за того, что для американцев вот там те же 100 долларов не очень большие деньги, здесь не супер популярна Авито по всяким мелочам, то есть прямо именно такого, что у тебя есть каталог сверх дешевой хуйни на БУ рынке нет, просто потому, что ну здесь скорее не запариваются по таким деньгам, то есть много чего можно купить БУшного на ebay, можно редкого много чего найти, но именно вот так барахолить, как я барахолил в Москве не выйдет, и к сожалению конкретно здесь, так как я барахолил в Астории тоже не выйдет, но зато о май гад но что вот является безусловным минусом Нью-Йорка может и всей Америки я просто не знаю как здесь блять громко это просто невозможно я честно говоря понимаю, что я вот спустя 3 месяца я сейчас не в какое-то особенное место зашел, просто вышел на крупную нагруженную улицу это суббота так вот я 3 месяца назад ходил вообще постоянно в наушниках по улице потому что это было именно неприятно сейчас мне гораздо легче но я понимаю что скорее всего я просто подоглох немного от всей этой поеботы на этих вот маленьких улочках может с тобой в потоке машин пробиваться через пробку скорая которая орет так, чтобы ее слышали за 10 кварталов и если она находится даже в паре метров от тебя это физически больно это слышать то есть громко прям пиздец и то же самое чуваки если смотрели ролик про хай-фай я там поездил в этих наушниках затычках в тбилисском метро и такой да да слушайте мне вообще шумоподавление особо не надо реально мне даже в метро в них нормально не в нью-йоркском в нью-йоркском не слышно нихуя вообще все гремит просто как будто знаете как будто они дополнительно еще колонки поставили чтобы основной гром дублировать и был двойной гром при том вот есть аргумент про скорую да что если бы в этой скорой находился твой родственник ты бы точно не хотел чтобы она была потише я был в других странах я слышал разные скорые есть скорые которые звучат в два раза тише и все равно как-то выполняют свою функцию то есть ну безусловно нужно чтобы ее было слышно далеко но мне не кажется нормальной ситуации когда люди вокруг самой скорой лишаются слуха просто от того что рядом с ней оказались и такая же херня со звуками возможно из-за того что все уже оглохли от скорых она встречается и в других местах например на автобусе ты можешь нажать кнопку или там потянуть веревочку для того чтобы объявить что я мол хочу выйти на следующей остановке так вот после этого расстается такой блять дзинь что слышно на соседней улице видимо тоже должна остановка услышать то как автобус блять за несколько кварталов звенит внутри себя и даже микроволновка у меня в квартире когда она заканчивает программу недостаточно просто издать маленький дзинь или один раз пикнуть нет нужно громко пропищать три раза зачем и вот знаете я сейчас понял что как-то в этом ролике совсем не было атмосферы нового года но на самом деле оно и не мудрено потому что вот мне вообще не до нового года я 4 месяца в Нью-Йорке они пролетели как одно мгновение я не разрешил еще и наверное половину своих проблем какого-то самого стартового этапа хотя каждый день делаю дохера всего и когда-то собой супер разочаровано когда-то супер горд тем сколько всего в итоге успевается делать но просто объем всякого всего во всех возможных сферах которые еще прибавляются он вообще какой-то невообразимый поэтому в этот новый год я вхожу как человек который вот в конце августа моргнул а вот глаза открыл уже здесь я оказался следующий год для меня будет в очень многих отношениях решающим во многом проверит меня на прочность и покажет чего все-таки стоили все мои амбиции за последние вот сколько года 4 я пришел на встречу этой сумасшедшей главе и у вас будет замечательная возможность за всем этим делом понаблюдать у меня дофига в загажнике идей что про Америку что про все остальное и тоже здесь новый год не настолько отмечают мне не с кем его отмечать поэтому не сомневайтесь я особо это даже не почувствую на январе у меня есть что для вас дропнуть и снять так что вы товарищи если приценили уже мои длинные видосы может прицените еще мои шорты и если приценили ютубчик то можете прицените инстаграмчик он у меня тоже очень эстетичный красивый или например посмотрите предыдущие выпуски уё потому что они все очень крутые и над всеми ними я старался и вы будете прям понимать полную мою драматичную историю полную разочарований падений наоборот воссоставания из пепла и всех остальных вот этих штампов ебаных спасибо что досмотрел ты знаешь где кнопка подписки с новым годом я как будто школьник держу при себя я ем жареный читасы на плече орла